Здравствуйте! Мы сегодня послушали послание президента Владимира Путина к Федеральному Собранию и всему Российскому Обществу. Представляю вам гостя нашей программы. С нами писатель Дмитрий Глуховский. Здравствуйте! Вы бы написали такое, Дмитрий? Ну, мне кажется, что Владимир... Нет, ну нет, я бы не стал такое писать, я написал бы что-нибудь другое и поменял потом местами, чтобы зачитывали в итоге с трибуны нечто совершенно панковское и провокационное. Но, к сожалению, спичрайтер у него уже есть, поэтому мне приходится удовольствоваться своей скромной судьбой. Судьбой комментатора вот этого послания. И, Дмитрий, вот мы с чего начнем? Начнем мы с того момента, который был обмусолен, конечно, он специально был написан, чтобы мы его мусолили, но мы не будем разочаровывать Владимира Путина, мы поговорим про Аллаха. Он сказал следующее, он сказал, вот я прочитаю прекрасную фразу, он сказал так, что в Турции, в Турции, в Турции, турки непонятно почему сбивали самолет, непонятно почему, не могу сходу, кстати говоря, ее найти, но тем не менее я ее когда-нибудь найду. Неизвестно, что было в головах что-то такое у людей, которые принимали решение. Ладно, я бы наизусть тогда ее цитировать. Короче говоря, он сказал, что вот мы не знаем, один Аллах знает, почему они сбили самолет, но Аллах решил наказать вот клику, правящую клику, отняв у нее разум и вселив в нее злобу и ненависть, которые в конце концов привели к этой аварии. И вот вопрос... Оценочное осуждение. Оценочное осуждение. Кликой назвать. Мне кажется, давненько мы никого не называли кликой. Ну, понятное дело, что на Украине всех уже назвали кликой сто раз, но это я не уверен, что это Путин такие слова употреблял. А взять и в отношении, между прочим, избранного демократическим путем, в отличие от честным голосованием, с не таким уж большим перевесом правительства, применить выражение клика, явно советский штамп, такой махровый, политбюрошный, тассный такой штамп из каких-то вообще даже агитпропных, может быть, даже времен, и сказать, что Аллах отнял у них разум, но у меня на месте Эрдогана, зная, что это довольно обидчивый человек и резкий, и вспыльчивый, я бы сейчас встрепенулся. Так вот, послушай, давайте проанализируем все-таки смысл. Он говорит так, Аллах решил наказать Эрдогана, клику представителя клики правящей, лишь отняв у него рассудок, и тем самым сотнятым рассудком Эрдоган наказал, соответственно, российских летчиков. Таким образом, вот если вот эту ступенечку убрать, получается, что Аллах решил наказать Россию тем, что он у нее самолет-то, в общем-то, отнял, и жизнь отнял людей, и совершенно непонятно тогда почему. Получается, что на все воле Аллаха. Ну, разумеется, это вообще не подвергается никакому сомнению, и в той парадигме, в которой мы существуем, все меньше вещей зависит от людей, все больше вещей зависит от Бога, одним из проявлений которого является Аллах. Или название. Который наказывает Россию, наказав отнятым рассудком Эрдогана, Знаете, у меня в супермаркете, где я продукты покупаю, стоял банкомат все время. Потом он сломался, и вместо него, вот, буквально позавчера, установили такой деревянный ящик, сбор средств на храм. Я понял, что это прекрасная метафора происходящего в стране. Потрясающе. Понимаете, вот, экономика не работает, она сломалась, она поставила, ее не смогли починить, и выкинули, и вместо нее теперь собирают на храм. И вот в этой парадигме ситуация, конечно, с Аллахом, который, ну, теперь решает и вопросы нашей внешнеполитической повестки тоже, очень, ну, характерно. Жалко, потому что режиссер... Эрдоган, орудие в руках Аллаха, который вот таким образом решает почему-то... Ну, Эрдоган наказан, мы наказаны. В общем, ну, мы тоже, нас, наверное, не Аллах наказывает. Так нет, поймите, что он наказал Эрдогана, чтобы тот наказал нас. В том-то и дело, что это его оружие, лишенная рассудка Эрдогана. А Владимир Владимирович, знаешь, что сказал? Да. Он сразу сказал, что мы с собой так поступать не позволим, и что помидорчиками, сказал Владимир Владимирович, турки не отделаются. И для туризма каким-нибудь своим, или даже строительными проектами. Сейчас он их накажет как следует, он перегруппируется сейчас. И как кобра метнется и молниеносно, и ничего Эрдоган и его правящий крик сделать не смогут. То есть ждите возмездия, турки. Тут я как раз это хотела серьезно и обсудить. Ну, да, с Аллахом мы договорились, что теперь решает все Аллах, в том числе и у Владимира Путина. Жалко, что не показали в этот момент руководство Чеченской республики, которое в лице трех человек присутствовало в зале. Нет, не показывали. Вообще не показывали. Нет, вообще показывали один раз. Я усмотрел. Может быть, один раз. Там сидел Дельмханов, Кадыров, и, значит, вот этот вот, у которого позывной лорд, который ближайший сподвижник. Я его видела на Кадырова до эфира. До, до, ну, в этой палате. Ну, вот не смонтировали. Потому что когда говорили про коррупцию, в этот момент специально сдержались на чайке. Да, когда сельское... Когда проблема с сельском хозяйством, на Лисовском, которое вы сейчас видите на экранах. Да, хотя она была на Ткачеве. Ну, вот. Но вот почему-то не смонтировали Аллаха с представителями мусульманских республик. Ну, ладно. На Ткачеве они потом, когда хорошо... Хотя они могли бы начать несколько нервничать. Потому что... Да. И что, знаете, мне... Да. С Аллахом нужно понять. Самое главное, ну, то есть, то, что, в принципе, говорил Владимир Владимирович, было в той или иной степени, слава богу, прогнозируемо. Да? Да. Слава богу, в целом предсказуемо. Он не предложил сажать на кол оппозиционеров. Он не предложил расстреливать государственное следствие представителей пятой колонны. Он не предложил испепелить Запад ядерным атомным пламенем. Ничего этого не произошло. Можно было бы опасаться. Ничего предсказуемого не произошло. Ничего уж такого... Плохого. ...крайнего и радикального, да, не произошло. Все было в порядке, значит, нормы. Что было интересно, я с большим любопытством наблюдал за лицами слушавших. Вот сейчас на экране Павел Гусин, да? Да, и Пронин, и Владислав Ронин, главный редактор российской газеты рядом с ним. Вот, да. И на этом примерно закончилось количество людей с таким более-менее интеллигентным выражением лица в зале и сдержанными реакциями. Да. Все остальные люди, в особенности тетеньки, тетеньки были просто жесткие. Я таких тетенек нигде, кроме как каких-то участковых ЗАГСов, больше не видал. Ну, включая, конечно, Валентина Ивановна. Все остальные тетеньки были просто такие махровые, из каких-то советских, таких суровых времен, женщины. И мужчины, в общем, были в зале им подстать, несмотря на свои хорошие итальянские костюмы. Физиономии у них были такие довольно жековские. И я внимательно следил за теми реакциями, которые, значит, последовали от этих людей в отношении различных пассажей, которые себе позволил Владимир Владимирович. Да. С большим энтузиазмом, конечно, когда он приложил Аллаха. Да, ну, это как бы вроде с таким экивоком в сторону терпимости, да, но и... Ну, как бы, но это вот если разобраться, то ты не пойми, что сказал. Ну, это довольно-довольно-довольно-довольно-шовинистское было, шовинистское было такое довольно высказывание. Я его субъективно оцениваю как пренебрежительное по отношению к исламской религии. Вот, значит, и тут люди начали, как, начали рукоплескать. И рукоплескали, рукоплескали. Во-первых, конечно, потому что он приложил нашего нового врага. Фашиста нового, да. Фашиста нового. Ну, хорошо, что Порошенко выбрал. Турко-бандеровцы. Видимо, там какие-то процессы пошли по договоренности с украинцами. Они так называют только бандеровцы. Да, ну вот, да. Это с одной стороны. А с другой стороны, вот, ну, такой великорусский шовинизм имперский и заодно такой пренебрежительный ко всем другим религиям и национальностям, он читался, слышался мне отголоском, да, вот такой шапкозакидательский. И это не могло не найти определенный отклик в душах всех этих людей, которые непростой жизненный путь прошли. Да, я не знаю, что бы мог сказать такого Владимир Путин, чтобы не нашло отклика в их душах. Нет, ну, везде они реагировали. Знаете, когда он предложил изымать земли, они просто взорвались аплодисментами. Они взорвались аплодисментами. То есть, поскреби этого нового буржуа, а внутри у него сидит вот этот, не только совок, а вот эта беднота, которая в комитете бедноты рвется, в общем, раскулачивать кулака. Раскулачивать, да. Да, вот этот вот призыв изымать, они, как на слове изымать, взорвались аплодисментами. Да как они стали этому радоваться, что можно у кого-то что-то изъять. Но они еще, понимаете, они еще стали радоваться, чтобы они должны были показать свою реакцию, что они не боятся, что это относится к ним. Тут еще тоже очень важный момент, потому что каждый из них может быть раскулачен. Ну, там раскулачивать можно было Лисовского и Ткачева, в общем-то, который остался, я так понимаю, ну, в той или иной степени при делах, по-моему, нет? Ну, наверное, кому-то завещал там или передал. Конечно. Но он уже крупнейший. Я думаю, что там раскулачивать в этом зале много кого найдется. Ну, вот мне еще, кажется, такая защитная реакция, что посмотрите, как я хлопаю, это значит, у меня ничего нет. То есть, меня не раскулачат. Знаете, что мне еще показалось очень забавно? Знаете, что мы так скачем с вами? Ничего, да, это мы пока безструктурно, а потом, да, мы выстроимся. Вот тут уже звонят нам, они нас выстроят. Интересно было, что решать проблему неэффективного землепользования и хозяйствования, значит, ну, сельскохозяйственного, было предложено путем изъятия, да? А, ну, я думаю, что все уже видели, вся ваша аудитория уже видела документальный фильм, посвященный расследованию приключений одной семьи, значит, у нас в правоохранительных органах и их друзей, которые, как раз, согласно этим обвинениям, подкрепленным компьютерной графикой, была связана с изъятием неэффективно использованного хозяйства и немедленного начала эффективного использования этого хозяйства родственниками этого человека. И вот когда оно сидит, Ткачев, министр сельского хозяйства, ну, известный в прошлом плантатор, хозяин, ну, Кубанин, и предлагается изымать теперь сельскохозяйственные угодья, и все это накладывается на предложение Чайки бороться с коррупцией, создает, ну, такую тревожную картину. В общем, есть, как бы, верхний уровень мессенджа, да, который говорит, что все нормально, все хорошо, бизнес будем защищать, да, кредитовать, да, там, ограждать, проходить органов. Да. А есть какое-то... Уменьшим количество статей уголовных вам за бизнес-преступление. Уменьшим, не тревожьтесь, выдыхайте, мы хотим, значит, всячески экономику... И тут же. А тут же идут какие-то совершенно на другом уровне такие законспирированные послания своим, что, значит, вы, которого давеча обвинили в изъятии незаконного присвоения, будете бороться с коррупцией в прокуратуре. Тебе подержись. А вам, ну, дорогие друзья, занимающиеся сельским хозяйством, предстоит раскулачивать пока что... Да. Раскулачивать тех, кто неэффективных собственников. Какое вообще может быть... Критерий эффективного собственника. Во-первых, а законодательное основание какое может быть? Вообще-то неприкосновенность частной собственности, ну, никто ее не отменял. То есть, если это землепользование, там, аренда, допустим, да, ну, если земли в собственности находятся, как человек не распоряжался бы этой собственности? Как можно взять у него и отнять, ну, земли, которые он, допустим, честно, в нашей стране, допустим, честно купил? И то, что с таким энтузиазмом люди рукоплещут вот этому, а предложению заморозить налоговую нагрузку, не изменять ее для бизнеса, они как-то... Ну, Занька, я обратил внимание, они немножко подались вперед, так все стали внимательнее вслушиваться. Но я думаю, что их и так налоговая нагрузка большинства у детей на бизнес не сильно касалась. А тут надо было как раз хлопать, что да, бизнес-то сможет дальше развиваться, дышать, что никто не будет его, вопреки многим полезным инициативам, как следует, прессаную бизнес, там, выдавить из него, как в анекдоте, алкоголик из мертвой кошки выдавливает последние капли водки, ну, киска, ну, еще одну капельку, вот это все. Надо было этому рукоплескать. Но рукоплескали предложению изъять. Изъять. Ну, в общем, не выдавить из этих людей советского человека. Ну, и можно, в общем... Не выжить. Не выжить. Да, да, ну вот, за исключением того человека, которого мы видим в кадре... А мы видим в кадре Николая Валуева, который, возвышается над ними, над всеми... Выигрышно, выигрышно смотрится, выглядит как, просто как пришелец, как один из тех гигантов, которые там... Атлант, Атлант. А вот нам, между прочим, и Сочи, прекрасный город по части собственности, Красная Поляна, Сочи, Алан Владимирович звонит. Здравствуйте, Алан Владимирович. Алан Владимирович, здравствуйте, вам эта тема собственности в Сочи очень хорошо знакома, насколько я понимаю. Ну, отключился, вы видите, как он уже... Как только заговорили о собственности в Сочи... Да, ну хорошо, у нас тут еще есть Алла Павловна из Москвы. Здравствуйте, Алла Павловна. Здравствуйте, ну вот вы же задали вопрос, наше мнение, верит ли Владимир Владимирович в то, что говорит. Я по этому поводу хотела бы высказаться. Я хоть и мне 80 лет, но я очень внимательно слежу за то, что творится как у нас, так и во внешней политике. Слежу, как цены в магазинах меняются, как стоимость коммунальных услуг меняется, и вот мое впечатление, но это вот оценочность уже, осуждение мое, что наша власть, они как-то, мне кажется, это уже вяло текущая паранойя проходит. Вот на базе мстительности, на базе своего самолюбия. Ну как же так? Никто не извинился за гибель Боинга малазийского. Там не один человек, там абсолютно безвинные люди погибли. Но, Алла Павловна, это совершенно непонятно. Алла Павловна, спасибо большое. Мы поняли ваш мнение. Спасибо большое. Извините, что я вас прерываю. Мы допомянули летчику погибшую. Во-первых, да, причем здесь малазийский Боинг. Россия никогда ни на одну минуту не признавала, что она имеет к этому отношение. Каким образом она извинится, если она не имеет к этому? Может быть, Алла Павловна имеет в виду, что из-за того, что мы влезли в Сирию, нам исламские террористы о том, стиле, подорвав наш Боинг. Я не знаю, что она имеет в виду. Она имела в виду, конечно, напрямую, что Россия его этот Боинг сбила и не изменилась. Вот по этой фотографии, кстати, уже видно, как Лавен Заня еще будет выглядеть в старости. Видно, да, уже? Начинает проглядывать что-то, да. Хотя он, конечно, своего возраста хорошо держится. Проступать. Это из-под маски. Проступать из-под маски, не из-под ботокса. Александр из Москвы, здравствуйте. Говорите, пожалуйста. Да, добрый день. Здрасте, здрасте. Ну, что по Путину, по его выступлению. Да, по выступлению. Да, он дал четкую команду на начало государственного рэкета для своих. О переводе активов, более-менее лакомых, чтобы, так сказать, переходили под контроль его людей. Это понятно. Это он в послании был? Слышали это, да? Прямо в послании? Вот, вот Дмитрий Анатольевич. Мы можем наблюдать уже на примере тех же банков. Вы видите, как кромсают банки один за другим. Вот, и если посмотреть, куда переходят потом активы этих банков, то будет более-менее понятно. Вот. Ну, а так, по выступлению, очередной сеанс, так сказать, массовой психотерапии, вот этих 90% его поддержки, чтобы, так сказать, эта зомбированная масса не выходила из коматоза, продолжала положительно воспринимать весь этот бред. Она очень, спасибо большое, Александр, да, она очень, да, очень массово, просто, вы знаете, истерика вот радости, которую закатили в студии у Петра Толстого, есть такое шоу дневное для домохозяек, куда собираются политики. Специальное шоу, чтобы домохозяйки в 3 часа дня смотрят, как политики хвалят вот это послание Владимира Путина. Это просто вот вылить бочки, Елена, это послание нужно было уметь за 1 час, столько, это просто... Ну, солнце нации, надо и боготворить его, конечно. Боготворить его, абсолютно солнце. Алан Владимирович, Сочи нам еще раз дозвонил, слава Богу, вот мы и не остались без вашего звонка. Здравствуйте. Здрасте, Алан Владимирович. Это последняя надежда, что мы услышим Сочи и Красный Полян. Нет, связи, главное, нет. Не разрешают. Почему-то Сочи не разрешают. Ладно. Хорошо, у нас еще есть звонки, но я вот перейду, все-таки я вернусь, вот теперь мы еще раз вернемся вот к этой части разговора, к началу, где он говорит о том, что там же очень интересно прозвучало по поводу наказания Турции. Он же сначала сказал, мы не собираемся брецать оружием, мы не собираемся совершать нервных действий, бряцать. Не знаю, как вы сказали, он сказал бряцать. Я запомнил, что я тоже был бряцать раньше, но, может быть, трофон. Ну, нам позвонят, он... Да, да, хорошо. Значит, у нас с вами стоит в голове неправильного и мы не собираемся совершать нервных поступков, нервных действий. Но тут же он говорит, помидоры не отделайтесь, стройка не отделайтесь. Мы все помним. Мы вам еще несколько раз... Вопрос. Каким образом еще раз напомнят об этом туркам несколько раз, если эта реакция не связана ни с нервами, ни с оружием, ни с силовым? А ну вот сказали, что приостановили Южный поток уже все эти газовые проекты под замороженные. Сказал Новый Ксении. То есть вот это? Например. Ага, например. Ну и вообще, чтобы они так сидели... Он как бы мясо... Сжавшись, так сказать. Да. Что в каждую минуту... Поджавшись, да, нервничать. А что с ними может случиться в каждую минуту? Вот он просто как-то сказал, что ждите, мы не будем... Дмитрий Киселев объяснил, что с ним может случиться в каждую минуту. А, точно. И вообще со всеми. Это был анонс программы Вести с Дмитрием Киселевым. Я поняла это послание, точно не сообразил сразу. Владимир из Ростовской области, говорите, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. У меня вопрос к гостю. Да. И просьба. Пусть прокомментируют слова Путина в этом послании конкретно. Русские должны знать себе цену. Не напоминает ли ему соответствующая обстановку и слова в Гитлеровской Германии? Спасибо, до свидания. Спасибо. Я только уточню, что это была цитата по поводу цены. Вот это была цитата. И дальше, спасибо вам за этот вопрос. Комментарий. Нет, я хочу, чтобы было точно, чтобы мы не запутались. Это была цитата Карамзина. А дальше, вот я хочу, чтобы вы как бы все сразу прокомментировали, весь этот пассаж. Он процитировал. Карамзина, кто сам себя не уважает, Радата, дальше. Но русский должен знать себе цену. Цитата Карамзина на этом заканчивается. И дальше Путин говорит уже от себя. Да, мы можем говорить о путях решения тех или иных проблем, но мы должны сохранить нашу сплоченность и помнить, что главное для нас Россия. Вот я хотела вас тоже спросить вслед за слушателем, руководствуетесь ли вы своей обычной жизни пониманием того, что для вас главное Россия. Знаете, тут позиция моя, конечно, сложно сочиненная. Потому что, с одной стороны, ну, когда тебе говорят, что ты должен себя, как русский человек, уважать, ну, допустим, русский человек подразумевает там и татар, и башкир, и евреев, и цыган, и всякие другие народности, и украинцев, которые являются самым большим в России национальным меньшинством, как известно. Это, с одной стороны, ну, с этим как-то глупо спорить, да, и что Россия главная для русских, ну, так сказать, в этапах, на этапах кризиса и возрождения. Тут с этим сложно спорить. Конечно, это немножко напоминает дочь, он либералец, с одной стороны, но, с другой стороны, ну, какой человек не скажет, что его страна для него должна быть важна, да? Тем более, что мы все, включая, как не ставим на либеральную интеллигенцию, желаем своей стране возрождение. В первую очередь, не дело в том, что тут же приоритеты, в первую очередь вы должны, раньше думая о родине, а потом о себе. Ну, с этим-то, конечно, я считаю, что успех родины складывается из успеха всех тех людей, которые ее населяют. Когда каждый из них себя чувствует защищенным и в состоянии себя воплотить, реализовать, из успеха каждого из ее людей складывается успех в целом стране. Как это работает в Соединенных Штатах Америки, например, да? Каждый человек, любя свою родину, прежде всего занимается не решением ее геополитических задач со своего дивана, а устройство своей собственной жизни. И за счет того, что улучшает неуклонно свой собственный уровень жизни, растет экономика всей страны. С другой стороны, не избежать контекста, в котором произносится это выступление. А контекст у нас таков, что, с одной стороны, происходит расследование Навального в отношении Чайки, а с другой стороны, бузят дальнобойщики по понятным причинам, потому что построенные на наши с вами налоги федеральные трассы пока что для грузовиков предлагается передать консессионеру, который является другом детства, сыном друга детства, главы государства. Да, чудовищная история, конечно. Абсурдная история. Которую никто не знает. Кстати, она до сих пор тайна покрытая мраком для всей Российской Федерации. 25% системы, которая оперирует на Платона, принадлежит Ротенбергам. То есть на четверть взимаемых доходов за право пользования федеральными трассами, которые построены на деньги налогоплательщиков, с дальнобойщиков, ну, неважно, какая разница, дальнобойщики или не дальнобойщики, будет уходить частному лицу, который вне конкурса выиграл, получил это право, которое является полностью зависимым от действующих президента и человека. Так, там, обеспечивая свое благосостояние, ты работаешь на благосостоянии Родины. Но, то есть, ситуация такова, что нельзя, с одной стороны, говорить о процветании своей страны, о том, что Родина прежде всего, а с другой стороны, ну, то есть, такие, какие-то совсем уж вопиющие вещи происходят. Создал бы Тротенберг новый бизнес с нуля какой-то, не существовавший до тех пор, хотя бы и построил новую трассу, да, и с нее занимал деньги, как это там Берлускони делал, да, в Италии, который тоже, ну, видимо, являясь ролевой моделью, в частности, для Владимира Ивановича во многом, да, но он являлся и является обладателем части. А еще Владимир Иванович посидел по его примеру, вот по примеру этой модели, было бы тоже неплохо, прошел бы и это. Ну, нет, ну, нет, ну, все-таки, это у них там своя политическая традиция, у нас своя. Не надо навязывать нам, чуждые нам политическую культуру. У нас все-таки люди во власти, они священные, они неприкосновенные, это все сакральная история. Знаете, так мы договоримся сейчас с того, что там уголовное преследование начинать, договоримся еще до революции сейчас с вами. Вот, поэтому давайте-ка пресечем это, накормим все это, ближе к земле. Но, так или иначе, все вот красивые слова относительно того, что сначала о родине, а потом о себе, нужно ставить в контекст. А контекст не самый выигрышный. Да. Вот звонит нам Раиса из Татарстана, мне очень интересно, послушала ли она сегодня послание президента Российской Федерации. Здравствуйте. Добрый вечер, здравствуйте, Ирина. Здравствуйте. Молодые слушатели, все звонят. Я слушала, конечно, его. Очень приятно он это, свое это начало. Ну вот, насчет я Дальнего Востока беспокоюсь. Дальний Восток, она далеко ведь там, от Москвы. Там люди живут в нищете. В общем, у меня вот родственник служит там. Войсковой часть, которую я не могу называть его, я не знаю. А он не получает уже зарплаты, свое достоинство, понимаете. Вот до того дошли, там уже усынение дает. Видите, какой у нас доста Дальний Восток. Вот. Это неприятно. Я хотела это сделать, гуманитарную помощь туда отправить. Я говорю, как мне отправить туда, как вы мне дали помощь? Хотя бы у меня пенсии 10 тысячей. Да. Я пришел отправить, 5 тысячи отправила. Но и вполне себе герои России и их семьи до недавнего времени, видимо, тоже недополучали существенно. Да, он судился, это правда. И Владимир из Кемеровской области, здравствуйте, говорите, пожалуйста. Ирина, спасибо, что дали сказать. Вот я по поводу того, что... Да я всем даю, кто дозвонится, кроме Сочи, Красной Поляны, мне... Алло, алло. Да, пожалуйста, говорите. Да, слышим вас. По поводу поддержки и прироста, я не знаю, где там, и тут как-то даже на Комсомольской правде слушал, конечно, это омерзительно, когда один журналист сказал, что когда идет война, деньги мы не считаем. Так вот, я вам хочу сказать, что в Кемеровской области коллегия 15 сентября отменила выплату детских пособий. И вот я, допустим, многодетный отец, да, у меня малолетние дети, старшему 13 лет, старшему 7. Ничего себе. Так вот, слушайте, слушайте, значит, на свою зарплату, которую я, значит, работаю в Кемеровской области, я накопил 24 тысячи долларов за квартиру, чтобы, значит, вот рассчитаться. Да и потом, вы же сами понимаете, что за медицину сейчас надо платить, и немалые, потому что у нас в Кемеровской области просто некоторых врачей вообще нет в областной больнице. Приходите ехать в Кемеровской области, там за прием 700, 800, прикиньте еще, 1000 рублей бензин. Так вот, значит, я, раз долг у вас есть, ко мне пришли, ага, у вас там долг, все. Хотя у меня договор, там, я один месяц заключил договор. Так, и что они сделали? Так вот, я вам хочу сказать, что так, если я не работаю, я работаю в Москве, по 18 часов приезжаю, работаю в Москве, я тут неустроенный, и у меня, значит, отобрали, значит, в школе теперь детей не кормят, ну, ну, как бы, и сейчас закончится, я и детки эти получать уже не буду, половина уже субсидий, у меня нету на квартиру. Вот, пожалуйста, вот вам война, вот она как, расходы, кризис. Так, вы знаете, что так, Владимир, хорошо, все, я, вот, давайте так, пожалуйста, вот вы сейчас у вас на связи, наш координатор, вы там телефон свой оставьте, мы все-таки, давайте вашей историей отдельно займемся, мы вам позвоним и расспросим, потому что какая-то она уже совсем беспредельная, пятеро детей, маленьких, что-то там, с 7 до 13, и пособие лишают. Давайте-ка оставляйте лучше телефон нам свой, я делаю еще одну попытку Сочи послушать. Алан Владимирович, здрасте. Алан Владимирович, но говорите уже, неужели мы вас слышим, говорите. Неужели, да слушали. Я о чем хотел узнать, а что там, это, жёстко так общается, говорите про Путина, что ли, что с ним там произошло. А, вы знаете, что тут такое дело, в 12 часов он сегодня приехал в Георгиевский зал, собрал народ, ну вот этих вот, видите, сейчас, если вы смотрите нас по телевизору, то вот Голикова, Медведев, Матвиенко, Нарышки, ну всех своих собрал в Георгиевском зале и рассказал им все, что он думает о международной политике, о внутренней, все, что собирается сделать для страны, но вы можете найти это в интернете и послушать. Так что, в общем, интересно было, да, вот мы с Дмитрием пытаемся. За девушок было очень интересно. Вот три раза дозвонся, что спросить вообще, тема-то какая, передача. Да, тема-то какая, не у передачи, что с Путиным. А, с Путиным всё нормально, он жив, здоров, слава богу, всё нормально. Он спрашивает, почему мы говорим о Путине, что случилось такого, что мы… Ну вообще потому, что тем-то других нет в стране, собственно. Ну вот мы и говорим о Путине. Особенно сегодня, нет никаких других тем. Ещё знаете, что меня поразило? Это люди в головных уборах. О! Два человека было в головных уборах. Это, во-первых, Александр, хирург Залдостанов, главный байкер в Сея Руси, а во-вторых, патриарх. Только два человека были в головных уборах, один, как бы, видимо, за Господа, другой за дьявола, может быть. Что-то, ну, байкеры, знаете, они любят всю вот эту орнаменталистику, такую сатанистку. Точно, чистая правда. Интересно, интересно. Не показывали даже ни раввина, не было сегодня, по-моему, главного. Да, это могло бы символизировать, что все представлены у нас в этом зале, представлены все буквально. Все, все. Самые необычные люди. Все небесные силы. И не только небесные. Мне кажется, все-таки он достаточно земная сила, хирург. Ну, в общем, занимательно, что ему там служба протокола разрешила в шапке вот ввязаной сесть прям, как вот он как родился, так и пришел. Да, это очень интересно, потому что она же летовала службу протокола, например, вот она забрала у всех портфель. Но обратите внимание, все сидят, как пионеры, в галстучках, вот в однотонных костюмах. А этот в своей коротке пришел. А этот в своей косухе, там, да, или в чем там, жилетки в такой. Ну, вот, друзьям все, врагам закон. Врагам, да. Вы знаете, я по поводу коррупции все-таки вот что еще хотела рассказать. Один эпизод забавный, на самом деле. Перед эфиром, перед эфиром, я говорю, перед вот этим посланием корреспондент России 24 опрашивал вот политиков, губернаторов, чиновников, чего они ждут. А скажем, что ему собирал. И чего они ждут от этого послания. И тут он останавливает Амана Тулеева и говорит, как вы думаете, Аман Тулеев, а он будет говорить о коррупции? А тот говорит, да кому не будет он? Что он может сказать о коррупции? Коррупцию надо изничтожать в Москве, потому что все остальное это производная от московской коррупции. Ну, что он может сказать? На что корреспондент говорит, как? Огромкие региональные процессы. А этот, значит, Тулеев по-простому говорит, да, конечно, все равно, ноги-то из Москвы растут у всех коррупционных. Совсем страх по телу. Может, у него хоть незачемое заболевание? Я так удивилась. Хоть-хуй, конечно. Ну, в общем, я, конечно, про московскую коррупцию в этом послании ничего не услышала. Вы что-то про коррупцию. То есть там есть огромное... Ну, сказала, что надо искоренять коррупцию. Как будто бы коррупция у нас была заболеванием системы, а не системой самой по себе. Но, понятное дело, что невозможно у нас в стране искоренить коррупцию, потому что на ней все зиждется. Это и есть материальная идеологическая основа, как ее взять и искоренить. И вот там один даже отпилишь какой-нибудь кусочек этой структуры, все посыпется. Не знаю, когда они с коми там договорились. В общем, как коррупцию искоренять? Поэтому это все повторяется мантра, которая повторяется из года в год совершенно бескомпромиссно. Но дальше под этим знаменем, ну, либо перераспределяются определенные блага среди участников заговора, или, ну, как бы просто неугодные устраняются, которые, наверное, себя как-то нехорошо повели пасов своим там внутрепацанским понятием. Вот я так себе это вижу. Да, Петр из Краснодара, здравствуйте, говорите, пожалуйста. Добрый вечер. Добрый. Можно вас, ну, вот, глаза немножко открыть? Открывайте. Я тоже, вот, как и вы, заблуждался по поводу того, что украинцев у нас, ну, вторая по численности группонаселения. Так вот, у нас на Кубани, я узнал статистику, это третья по численности, причем чуть больше 2,5%. А вторая армяне. Армяне. Я думал, евреи, но нет, армяне. Да, что-то было в хобби. Ну, они просто, евреи уехали, армяне приехали, и вот, надо же замещать как-то, вот, знаете, отъехавших евреев и помогли армяне. Да, интересная. Ну, это, по-моему, мне кажется, краснодарская такая история. Краснодарская, да. Не везде одинаково они присутствуют. Не везде распределение. Распределение, да. Сергей из Барнаула, как у вас с этим? Здравствуйте. Как у вас с именами? Да, как у вас с количеством армяне. Здравствуйте, уважаемые. Здрасте. 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 именно наезд именно есть то что там наступит а наезд на эрдоган это да явно был наезд понимаете ну соответственно ребята вы должны теперь плевать там на экономику всего что самое главное вот что самое духоподъемное кардинальное должно сейчас объединять все это мелочи там . лодика будет еще продолжаться там есть там не очень будет хорошо расти станции нет ребята вот что самое главное братья и сестры мы теперь должны сплотиться плевать там на то плевать на счет то есть понимаете это все уже все уходит на второй план на задний главное это одновременно это самое главное я думаю вот в чем позвольте привлечь ваше внимание к тому что в прошлом году мы ожесточенно боролись с украиной то есть в этом году украина вообще не присутствовала ни словом ни духом в федеральном послании федеральному собранию слава богу для украины то есть мы немножко самоустранились и не данный федеральный канал прокомментировали что украинцы просто перепуганные напуган надо из его измучились вопросом почему почему без них путин в этот раз у турков праздник они зато и турков да теперь значит знаю что заместили большой брат украина замещение произвещение произошло туда а вот про про экономику не скажите вы оба что он там как-то нет нет он сказал что он про экономику сказал что все очень хорошо я процитирую так ситуация действительно сложная но говорил уже об этом хочу повторить не критичная уже сегодня мы видим позитивные тенденции промышленное производство и курс национальной валюты особенно курс национальной который сейчас нам стабилизировали в целом стабилизировали 5 процентов обвалится курс национальной валюты наметено снижение инфляции по сравнению с четырнадцатым годом мы фиксируем существенное сокращение оттока капитал но это не значит надо успокоиться дальше он говорит не надо не успокаиваться с другой стороны если подумать владелыч путин здесь выступает и перед вот этой нашей так называем правящей элитой и перед всем народ населением российской федерации как гипнотизер как человек который напрямую общается с богами то есть и он не может транслировать панический какой-то месседж да потому что иначе тут же все немедленно забег забегают кругами да 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 но потом это кащенко там ограниченные же пропускная способность и так далее поэтому он должен конечно всех заверять в том что все под контролем все нормально то есть окажись вы на месте президента российской федерации вы тоже вряд ли смогли бы всю правду людям говорить люди вообще к правде не готовы у нас стране как известно они хотят слушать сказки и вот здесь есть некоторое совпадение между значит вернее то точка в которой кривая спроса пересекается с кривой предложение как в экономике знаете и и ровно столько он говорит правды сколько люди готовы услышать правды да например не знаю что мы вот отомстим эрдоган а и ровно столько он говорит неправда сколько люди хотят услышать неправда например что в экономике все хорошо ну то есть люди хотят дальше насколько это позволяет им значит ассортимент и расценки в магазинах, оставаться в спячке. Очень тревожно из спячки выходить. Вот смотришь этот, опять же, фильм про Чайку, но неприятно тебе думать, что вся прокуратура повальна, генеральная прокуратура и все прокуроры областные, все они повязаны в связи с звеньем коррупционной цепи. Ну страшно себе такое представить, потому что если так в прокуратуре, может быть и в следствии так, может и в спецслужбах то же самое, но вряд ли можно без какого-либо прикрытия или взаимопонимания с другими силовыми ведомствами такое себе допустить. Иначе давно бы всех повыдергали, наверное, и повязали. Не совсем же они бесконтрольно действуют. Ну страшно себе представить, что я живу в такой стороне. И я прямо три раза заставлял себя досмотреть до конца. Ну правда. И я знаю, читал отзывы других товарищей, которые тоже не могут слишком часто, слишком много читать новостей про то, как у нас ужасно обстоит с коррупцией в стране. Ну да. Поэтому давайте сказки слушать лучше. Давайте сказки, да. Я предлагаю вот это все вообще на спокойной ночи, малышей заменить. Я предлагаю вот что, послушать совсем не сказочный опрос, который мы провели сегодня на улицах города, Москвы. И потом вот у нас есть звонки из Твери, из Калуги, потом наши слушатели из Твери прокомментируют то, что он услышал на улицах Москвы. Прекрасно. Давайте Москву послушаем. Считаете ли вы ситуацию в стране сейчас критической? Ну, по большей части нет. Конечно. Однозначно. Ну, конечно, ситуация не идеальная, но жить можно. Хочется верить на лучшее. Но ситуация немножко сложная. Будет очень жалко, если мир отвернется от нас. Мы уже привыкли к открытому миру. Наоборот, есть сильный толчок, есть сильное желание к этой динамике, к этому рывку. А вся та задница, которая сваливается на нас, только на пользу. Надо очнуться немножко, и все. Никакой критической ситуации нет. Ну, у нас всегда критическая. Я как бизнесмен, как, не знаю, отец пятерых детей, я могу сказать, что она всегда критическая по какому-либо из параметров. Ситуация сложная, думаю, еще не плачевная, еще можно что-то сделать. Для меня, честно говоря, ничего критического такого. Но я живу в таком мире прекрасном, солнечном, что все хорошо. В данный момент ситуация должна либо радикально измениться, стать лучше, либо все будет катиться все быстрее и быстрее вниз. Экономические проблемы, катастрофические. То есть банковский кризис сейчас камуфлируется, но он есть, он сейчас на взлете, что называется. Если раньше человеку было 1000 долларов в рублевом выражении, сейчас это у него 300 долларов в рублевом выражении. То есть народ ограбили в три раза. Понимает ли Путин, что ситуация в стране критическая? Или он этого не понимает? Путин этого не понимает. Потому что Путин оторвался от реальной жизни давным-давно. Он живет в своем мире. 15 лет у власти это слишком много. Это не слишком много, это жутко много. Даже чудесный, замечательный человек, если бы находился у власти столько, и то стал бы на ту самую последнюю букву русского алфавита. Я думаю, что он это осознает. В каких-то областях понимает, а в каких-то не очень, или может просто игнорирует. Нет, он понимает, но он не гонит волну. Понимает, конечно, но это же не от него зависит. Есть правительство, есть премьер, которые должны решать эти вопросы. А сам Владимир Владимирович, ему трудно же за все ответить. Мне кажется, что он больше сейчас сосредоточен на сложной внешней ситуации, чем на сложной внутренней. Он верит, я думаю, в то, что он озвучивает. То есть, что вокруг враги, нужно что-то, нужно бороться и так далее. Человек в космосе, и совершенно не отдает себе отчет, что происходит, думает, что контролирует. Послушайте, любой человек, который обладает властью больше, чем 4, 5, 6 лет, абсолютной властью, он начинает садиться с ума. У него начинает ехать крыша. Что, собственно, мне кажется, с нашим президентом-то и произошло. Ну вот Сергей из Перми, а вот сейчас из Перми звонок. Пожалуйста, Сергей, как вам это все тут услышанное? Крамола вот это. Крамола, да, московская. Сергей, да, отключился. 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 Не хочу в этом, говорит, принимать участие, потому что вас, когда всех придут опричники на накол сажать, я в этом не участвовал. Нет, нет, Сергей, наверное, хотел поддержать москвичей, но он отключился при этом. Вот по поводу народа все-таки нам задавали вопрос про турецкий народ. Тут ведь такая забавная история происходит. С Украиной же какая была мантра? Что вот это фашисты в Киеве сидят? Мы народ, нет, мы к народу хорошо относимся. Мы только относимся к фашистскому правительству, которое, значит, вот бомбит там Донбасс и так далее. Причем совершенно как бы упускается тот маленький нюанс, что народ-то и выбирал себе вот это правительство, что там были выборы, 60%, Порошенко, то есть законно избранный. Это упускается. Фашисты отдельно, правительство отдельно. Я сейчас вот вам читаю цитату про турецкий народ, и вот узнаете ли вы что-то такое знакомое и родное. Между тем, турецкий народ, добрый, трудолюбивый и талантливый. Турецкий народ. В Турции у нас много давних надежных друзей, и они должны знать, мы не ставим знака равенства между ними и частью сегодняшней правящей верхушки, которая несет прямую ответственность за гибель наших военнослужащих в Сирии. Вот, похожая очень история. Очень похожая. Но это только чтобы хоть как-то избежать сравнений с другими более сомнительными режимами, которые целыми национальностями других народов порицали. И объявляли там... Ой, да, это... Вот вполне по-турецки, кстати, выглядящий человек, глава республики Ингушетия. Да. И совершенно очевидно, что такая небольшая оговорка для того, чтобы не приводить просто вот этот джин национализма, который был выпущен из бутылки, ввиду того, что была, с моей точки зрения, просто проспана, мягко говоря, сланцевая революция, когда стало ясно, что нефть сейчас будет 50 и меньше, но стало понятно, что других каких-то ресурсов для мобилизации населения, для того, чтобы помочь проскочить кризис, или не проскочить, а там смягчить моральное влияние кризиса, негативное на душу населения, нет. Тогда был выпущен вот джин национализма из бутылки. Тогда были найдены враги снаружи, были объявлены поиски врагов внутри страны и так далее. Но, конечно, немножко сцикотно, я бы сказал, выпускать совсем уж по-серьезски дух национализма, шовинизма, русского империализма из бутылки, да, потому что его так, в общем, пытаются как бы в половину только приоткрутить, как вот, ну, шампанское, вот сначала чуть-чуть газ выпускаешь, да, потому что потом может и пробка в потолок, люстру сбить, и весь пол будет залит чем-то липким. Поэтому стараются, в общем, не в полную силу это выпускать. Но вот вроде бы как мы против Украины, но на самом деле против фашизма. Вроде мы как против Турции, но на самом деле против исламистов, которые спонсируют международный терроризм. Не против турецкого народа, не против украинского народа. Не важно, что теперь украинский народ от нас просто трясет. Во-первых, трясет, во-вторых, и русские тоже. И русские тоже считают. Почему-то вдруг оказалось, что русские-то считают фашистами весь украинский народ. Там же все по-простому. Ну, это потому что. И почему-то, например, турецкие рабочие не смогут работать. Ведь они же представители талантливого турец... Они талантливые. Но не оделаются они помидорчиками, понимаете? Не оделаются. Не оделаются. Не оделаются. К сожалению. Иван из Калуги, здравствуйте, говорите, пожалуйста. Алло. Здрасте, говорите, вас слышно хорошо. Пожалуйста, я хотел бы прокомментировать вот этот опрос в вашем московске. Пожалуйста. Это люди, там, большинство, в принципе, ответили, люди живущие в грозовых очках, которые, ну, смотрят федеральные каналы. Так. Что касается вот Турции, а я думаю, что он просто не хотел, чтобы было сравнение с тем режимом, который он поддерживает в Сирии. Или у себя дома. Как ваш собеседник на это ответит? Не, ну, понимаете, тут надо из чего исходить? Тут надо исходить из того, что все, что говорится и все, что делается, делается исключительно из соображений экономической целесообразности. Ну, и какой-то там текущей политической целесообразности, там, внутриполитической, чаще всего. Нужен враг. Украинцы по каким-то причинам, может, потому что сейчас идет торг очередной, там, за условия газового транзита или еще чего-то. Украина временно не подходит на роль внешнего врага, который нужен для того, чтобы мобилизовать, сплотить население и отвлечь его внимание от той задницы, в общем, в которой находится страна экономическая. Идут поиски нового врага. Предложили исламское государство. Но оно слишком размазано, размыто, абстрактно, нет лица. Непонятно, да. Хорошо, когда был Хаттаб, хорошо, когда, значит, был Басаев и так далее. Это были лица, в которые можно, там, кидать дротики, понимаете? А что такое исламское государство? Ну, какая-то размазня, его толком по телевизору не показывают, разве что кадры с беспилотников снятые. Дин, это очень важно, что там нет русского фактора. Там нет убийства наших братьев, выжигания и выжимания. Скорее наоборот. Да. В ответ на то, что мы туда влезли. Скорее, да. Значит, подорвали наш самолет. Ну, ладно, он, конечно, это все пропускает, потому что это камень в его огород личный. Но Эрдоган прекрасный, значит, прекрасный кандидат на демонизацию и на то, чтобы лично отождествлять с собой мировое зло. Вот, ну, тем более, что это такой, в каком-то смысле, путинский клон и путинский антипод при этом. Да, но надо помнить, что жалкие полгода назад с Эрдоганом была, ну, прекрасная дружба. Единственным камнем преткновения была судьба крымско-татарского народа, да, потому что турки, разумеется, претендуя, не претендуя, являясь региональной державой, а туркоязычные, тюркоязычные меньшинства соседние государства поддерживают, да. И большая часть крымско-татарской диаспоры находится вообще давно уже, там, десятилетия, если не столетия, находится в Турции. Поэтому они, вот был камень преткновения. Права крымско-татарского народа, значит, в Крыму, собственно. Но поскольку Турция не поддержала санкции, она считалась, тем не менее, сбалансированным. Да, сбалансированным, и с ним дружили, и руки жали, и обнимались, и шушукались на саммитах. Вот. Но Эрдоган, конечно, будучи человеком самолюбивым, да, и к тому же, понятное дело, что мы, влезая в эту страну, которая нам, по большому счету, ну, так, по барабану, ну, да, там, это последнее, в общем, возможно, как-то заявить о своих, там, мировых амбициях, да, и не самое удачное. Но мы влезаем в такой клубок, в такое сплетение жизненных интересов всех соседних государств, у которых, это не просто сопредельная территория, сопредельная территория, на которой схлестывается их военный потенциал, экономический потенциал, для которых это идеологически очень важный конфликт, религиозный. Для нас это участие левой ногой, для того, чтобы какое-то очередное забомбить телевизионное шоу, для вас, уважаемые телезрители, да, чтобы просто вас чем-то отвлечь от того, что рубль там еще просел, от того, что продукты там еще, гречка там еще подорожала. Вот вы смотрели про Украину, Украина себя немного исчерпала. Давайте теперь посмотрим про Сирию, про войну с международным терроризмом. А все это оказалось гораздо сложнее, и мы влезли совершенно в такую кашу, которая заваривалась тысячу лет назад, и которую явно не мы с вами можем каким-то образом, значит, с огня этого снять. Скорее, наоборот, она при нас выкипет, и еще руки нам обожжет. Поэтому, чего, собственно, было ждать? Было понятно, что на чьи-то ноги мы обязательно в этой давке, значит, отдавим, да? И Турция, ладно, там Саудовская Аравия, там Катар, там Иран. Мы достаточно решительно, чрезмерно решительно поддерживаем здесь шиитов против суннитов, учитывая, что шиитов у нас только небольшое, по-моему, ну, азербайджанское комьюнити в стране. Вот это удивительно, конечно. Там Катары, например, и Кавказ, например. Да и Кавказ. Это сунниты, почему мы вдруг решили поддерживать в этой войне шиитов против суннитов, которые однозначно так видятся всем, ну, исламским миром, да? Почему мы вдруг поддерживаем здесь шиитов, я не понимаю. То есть вообще не надо было влезать. Это их история, их споры. Надо быть арбитром здесь каким-то образом, да, стоять над схваткой. Ну, он сейчас, бедные, все время пытаются привязать каких-то граждан России, которых там в каком-то немеренном количестве, как будто бы их там... Хотя полгода назад там не было никаких граждан России. Да, откуда они взялись в таком безумном количестве, из-за которого нужно было отправлять самолеты, крейсеры и... Постоянный поиск внешнего врага. Мне лично гораздо более, конечно, кажется подходящим в качестве внешнего врага исламское государство, да, чем законы избранной украинской власти. Для меня лично серьезной трагедией и причиной моей ссоры с несколькими людьми стала именно ситуация вмешательства, разжигания гражданской войны на Украине. У меня огромная симпатия к украинскому народу, и я считаю, что вообще совершенно полное, суверенное право выбирать себе любых лидеров и полностью вершить свою собственную судьбу. А мы с ними должны ходить в добрососедских, союзнических отношениях, ни в коем случае себя им не навязывая. Вот, но изображать демократически избранных лидеров фашистами, хунтой, то есть это просто нечто совершенно запредельное. Люди, которые там казнят других людей, утапливая их в клетках и отпиливая, значит, ножовками головы детям несовершеннолетним, это понятное, совершенно очевидное зло. Это понятное зло, но как ни странно, вот в русском народе оно не будет воспринято так, как то, потому что оно не касается. Это не наши соседи, и не наши братья. Да, не касается. Гораздо проще внушить тебе, что твой брат на самом деле у тебя хочет квартиру отнять. Да, Олег из Твери, здравствуйте. Нормальный, Олег из Твери. Здравствуйте. Говорите. Приятно видеть Дмитрия в вашей студии. Спасибо за Костю. Да, у нас студия Дмитрий Глуховский, на всякий случай, для тех, кто слушает по радио. Прочитал его порогник, очень был впечатляем. Да вот скажите, Олег, лучше бы он их не писал, ужас какой. Они сбывают секс-молимые. И очень нехорошо, мы по ним идем, постранично. Ну да, ну... Согласитесь. Ну, это же, ну, забавно. Далее, я вот ровно так уже... Он так забавляется, а мы потом расхлебывай. Ну, говорите, пожалуйста, мы вас перебиваем. Речь Путина, ну, кто не смотрел, желаю не смотреть. Кто не смотрел, кто-то опоздал, да? Все, что было сказано, ну, видимо, он и говорил все когда-то. Ну, какое-то бессмысленное мероприятие. Ну, вот я для себя лично отмечаю, что оно бессмысленно абсолютно. Все решения принимаются в одной голове. Ну, и, соответственно, ну, придется нам вот так вот пока пожить, почитать Дмитрия Глуховского, ну, и наслаждаться жизнью, такой, какая она есть. Все, всем привет, всем спасибо. Да, 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 вот все, что у нас осталось, Дмитрий, подумай только, какая на вас миссия-то возложена. Да, вы знаете, но я согласен... Компенсировать все, чего отняли. Я согласен с Олегом по поводу того, что мероприятие действительно бессмысленное, что это все ритуал. Да, но с другой стороны, Олег, но Юсик Виссарионович тоже созывал съезды партии, которые он там потом вводил, там, используя, значит, снайперскую винтовку, глядя в прицел, значит, оптически на лица кандидатов, да? И, тем не менее, какая-то внешняя легитимация нужна этому процессу. Даже если все принятие решения, как вы говорите, действительно максимально сфокусировано в одной светлой голове. Вот, поэтому смысла никакого здесь, конечно же, нет. И все эти милые люди... Ну, зато сколько потом смешного вокруг этого. Милые люди, которые собрались в этом зале, да, наверное, такие все разные, и в то время такие одинаковые. Вот сегодня в шоу дневном очень смешно одна дама сказала, он не хочет агрессии, он хочет наши товары на Запад продвигать в большом количестве. Я подумала, что, наверное, Западу лучше уж им боеголовками, чем наши товары, потому что это страшнее. Ну, нет, мы будем неуклонно бороться за... А вы знаете, кстати, по поводу товаров продвижения на Запад, он же сказал про возрождение сельского хозяйства. Да. Я сейчас вот от Смоленки поймал машину, сюда такси, за 200 рублей доехал, надеюсь, это никого в Калуге не покоробит, значит, доехал до сюда за 200 рублей от Смоленки. И мне таксист... Я сел только, говорит, слушали послание? Я говорю, ну, слушал послание. Говорит, ну, что думаете? Я говорю, ну, вот, а вы что думаете? Переспросил в своем национальном духе я. А вот, а он говорит, я слышал, что он собирается изымать. А потом он следующий говорит, ну, конечно, по сельское хозяйство это все вранье. Говорит, у нас было вот сельское хозяйство под Ахтубинском, мы выращивали репчатый лук. Закончился тем, говорит, ну, это невозможно ничего делать, потому что приходят крупные, значит, картели и все забирают с одной стороны. Да, у нас там среднее хозяйство было. Вот, а с другой стороны, говорит, я говорю, ну, как кредитование, государство же поддерживает вас. Он говорит, ну, как поддерживать кредитование государства? Ты приходишь, просишь кредит на 50 миллионов, а у тебя 5 миллионов просят откат сразу. Вот, вот не заплатишь 5 миллионов откат, тебе никто кредит не выдаст. В общем, они в прошлом году закрылись, тебе человек таксует. Ага, мы завершаем нашу программу, лицом к событиям на этой оптимистической истории. До свидания, до новых посланий президента Российской Федерации. Любви.